БОЛТКОМ УТРА НА БОЛТКОМЕ Да, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня премьера передачи вокруг финансов. И мой собеседник, эксперт Сергей Маликов. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, конечно, о финансах, о деньгах можно говорить бесконечно, поскольку, как говорится, не в деньгах счастья, но в новых количествах. Есть такое выражение, но мы знаем, что не всегда, даже имея достаточное количество денег или откладывая деньги, можно правильно ими распорядиться. Об этом мы обо всем поговорим в наших следующих выпусках. Ну, может быть, за вступление чуть-чуть познакомим наших радиослушателей с вашим финансовым опытом, с вашей такой биографией именно в этой части. Ну, спасибо за вопрос. Да, наверное, это хорошо, потому что все советуют в Ютубе, как вкладывать, как инвестировать. Сотни блогеров. Сотни миллиарды, миллионы блогеров, да. Ну, начал я в 1994 году, получил лицензию по Министерству экономики на работу с ценными бумагами. Это уже переход с рэпшиков на латы был тогда. Да, да, уже были латы, да, на работу с ценными бумагами, с сертификатами. Открыли счет в Сакару-банке, да, это тогда еще все записывали карточками, всякого интернета, все счета вели в бумажном виде. История наша, да. Там, кстати, начинали работать Фильсбе, это с Бернисом, дилерами валютами еще вот в том 1994 году. Потом мы начали торговать этими сертификатами, потом, естественно, перешли на акции, на ГКО, это такие государственные ценные бумаги российские, ОФЗ, потом рынок Форекса, очень был популярный одно время рынок Форекса, это где торговля валютами, парами валют идет, там доллар, евро, фунт, все такое, да. Потом, естественно, акции, да, акции, это после этого, конечно, естественно, хочется поучаствовать в каких-то особых там мероприятиях IPO, это первичное размещение акции, да. Ну, естественно, после этих мероприятий плавно уже перешли в рынок недвижимости, опять же, потому что это более как бы стабильно и надежно рынок недвижимости, кредитования недвижимости. Ну, и последний тренд, конечно, я себя попробовал в роли майнера, это, естественно, там, это биткоины, эфиры, ну и другие альткоины, да, то есть весь как бы цикл инвестиций, я как бы… Может быть, еще что-то появится, да, наверное, наверняка что-то появится. Ну, не знаю, пока вот только вот эти инструменты, инструментов очень много, пока что вкладывать, и всякие деривативы, и сырьевые рынки, там их миллион, можно говорить об этом очень-очень много, да. Да, мы об этом, наверное, в процессе передачи поговорим, поскольку это многих интересует, но все-таки, возвращаясь вот к самим финансам, наверное, несколько слов нужно сказать о тех, не знаю, законных правилах, насколько мы можем в эфире это сказать, по которым вот этот финансовый рынок живет, чтобы люди, которые каждый день этим не занимаются, чтобы они имели представление. Очень хороший вопрос вы задали, чувствуется, что вы подготовились, да, это очень важно, да. Значит, есть законы писанные, да, законы, а есть правила. Вот сейчас мы об этом говорим. Значит, смотрите, по законам все, как бы последний тренд даже не стоит обсуждать, это закон АМЛ о легализации денег и противодействии терроризму. Об этом говорят много, можно сделать отдельную передачу. Ну, это даже не будем сейчас обсуждать. Есть основной закон для тех, кто как бы хочет вкладывать куда-то, это закон об инсайдерской информации, да, то есть очень важный момент, допустим, в Америке за это очень сильно преследуют, это, допустим, вы хотите вложить в акции деньги или уже вкладываетесь, а, допустим, ваша мама работает, допустим, главным бухгалтером, скажем, на All in Farm, к примеру. То есть у вас есть доступ к какой-то конфиденциальной информации. Да, и вы получили информацию о том, что баланс хороший, поэтому вы докупились заранее, а потом эти акции продали. Или в обратную сторону, допустим, имея какую-то инсайдерскую информацию, как работник или как поставщик, вы наоборот... Скинули эти акции. Даже скинули опцион, допустим, зная, что ситуация, допустим, в сфере авиаперевозок плохая, или, допустим, вот в Америке даже было расследование, когда был теракт 2011 года, 2001 года, да, были скинуты акции авиакомпаний авансом, то есть вперёд, да, и потом уже их можно по низкой цене было откупить. То есть даже это проводится... То есть использовать инсайдерскую информацию категорически запрещено. Уголовное преступление. Я извиняюсь, что вас прерываю, просто у нас радиослушатели активно тоже пишут, слушают нашу передачу, это хорошо. Вот такой, может быть, вопрос, он с какой-то степени может быть такой и концептуальный, философский, но это очень важно для продолжения нашей беседы. Такой вопрос, насколько обманчивая сфера финансов? Ну, видимо, имеется в виду, что изначально те, кто занимается финансами, они предусматривают, ну, не в смысле, что они кого-то будут обманывать, но они предусматривают, что могут быть совершенно разные ситуации. Очень обманчиво. Это как лёд, по которому ты идёшь. Или ты пройдёшь и заработаешь, и перейдёшь на новый этап. Или ты подскользнёшься и упадёшь, а, может быть, и провалишься под реку. Это... Побьёт, да? Конечно, конечно. И вот сейчас к этому логически и подходим, да? То есть, это я вам сказал про основное правило финансового рынка, инсайдерская информация, да? Но есть ещё негласные правила. Самых два негласных правила, которым движут любые рынки, любые рынки, два простых правила. Это жадность и страх. Жадность и страх. Это то, основное, чем манипулируют. Жадность, давайте расшифруем, чтобы люди понимали... Жадность... Потому что есть разные оттенки этой жадности, да? Да, ну, это понятно. Допустим, вчера биткоин стоил 45 тысяч долларов, но, может, стоить его взять, потому что, вроде бы, говорят, что он удвоится, да? И покупая его за 45 тысяч долларов, может быть, он будет стоить 80 тысяч, а, может быть, он будет стоить опять 4 тысячи долларов, да? И тогда вы потеряете. Да, 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 да. И вот это то, что общий тренд, когда люди смотрят на общий тренд и начинают судорожно вкладывать деньги, не думая даже об какой-то экономике, да? Ну, и второй, конечно, это вторая сторона этого финансового рынка. Это страх, страх потерять деньги. Конечно. Когда, допустим, самолеты перестают летать, когда был этот... ковид начался, все начали судорожно сбрасывать акции авиакомпании, самолеты. Это страх. Ну, кто не успел сбросить или кто решил подождать, может быть, он и потерял в тот момент, да? Ну, там есть еще такие инструменты, как автоматическая продажа. Если деньги взяты, допустим, акции куплены с плечом, и цена пошла вниз, и ты не успел доложить денег, то есть доложить залога, то происходит автоматическая продажа, и цена может уйти вообще в ноль, как было по опционам фьючерсам на нефть. Когда пошли автоматические продажи, тот, кто не успел до занести денег, то есть за потерю цены, роботы начинают продавать, и это уходит в самом низ. То есть за автоматические продажи, по существу. Да, да, вот это и есть как бы страх, когда ты ставишь стоп-лист, и говоришь, продавайте там при такой цене, а эта цена пробивается, и происходит продажа в совсем низком и другом цене. Вот основных два правила, поэтому вот... Не значит ли это, вот здесь радиослушатель нас тоже спрашивает, так, чтобы закончить эту вот тему, что новичку, все когда-то начинают, в том числе в финансовой сфере, очень велик шанс вообще, не знаю, разориться? Или это не надо так вот пессимистически смотреть? Нет, к сожалению, происходит в обратную сторону, к сожалению. И по мне это происходило, и по моим коллегам и товарищам. Наоборот, новичкам всегда везет. Новичкам всегда везет. Сначала, да? Сначала. Особенно это происходит на рынке Форекса, на рынке каких-то деривативов, каких-то сырьевых рынков, когда ты чувствуешь, ну, нефть сейчас стоит 40, она не должна так дешево стоить, машины летают, самолеты... Будет расти. Самолеты летают, машины будут расти. А это все и так и растет. И когда ты, допустим, уже почувствовал силу, что ты понимаешь, как рынки это происходят, начинаешь вкладывать уже более существенные деньги, вот тогда тебя и поджидает неудача. То есть это всегда так, как такое момент коварства? То есть новичкам-новичкам везет, да, да. Это новичкам обычно вот всегда везет, и поэтому... Ну, это совсем не значит, что не нужно сначала подготовиться. То есть это по-любому нужно готовиться к этой системе. Изучить, конечно, любой инструмент. Мы об этом еще, я почему-то спрашиваю, потому что потом об этом будем говорить, как анализировать вот даже эти платформы. Но об этом чуточку попозже, да? Так вот, возвращаясь вот к законам, правилам, писанным и непристанным, что еще, вот исходя из вашего опыта, можно было бы как бы порекомендовать? Ну, начинать с небольшого, понимаете, с небольших вложений. Конечно, нельзя, всегда надо, во-первых, небольшие суммы, во-вторых, я бы не рекомендовал бы, неважно, во что человек вкладывает, использовать плечо. Потому что все финансы... Чуть-чуть поясните. Есть плечо, это не важно, что вы покупаете, что вы продаете, это не важно. Вы покупаете акции Теслы, вы покупаете биткоины, вы покупаете нефть, или вы покупаете золото, или вы покупаете опцион о том, что золото подешевеет. Есть плечо. Всегда Байонбанк может представить плечо, там один к пяти или один к десяти, грубо говоря, вкладывая сто тысяч долларов, вы имеете плечо и можете на миллион делать сделку, да? То есть, грубо говоря, вы купили на сто тысяч долларов акции, они подорожали, и вы получили как бы прибыль с двух миллионов. Ну и обратная сторона. Да. Если цена начинает падать, вам к этим ста тысячам надо сразу докладывать. Потому что как только дойдет с вашего миллиона до девятисот, происходит стоп-лосс, автоматическая продажа любого инструмента. Поэтому вам надо докладывать, докладывать, докладывать. То есть, это такое заподня в какой-то степени. О, хорошее слово заподня. И поэтому люди обожглись на акциях, на опционах, на форекс. Очень многие потихонечку, естественно, вкладывают в другие вещи, которые тысячелетиями, куда люди вкладывали. А куда они вкладывали? Золото, примерно. Недвижимость. О, недвижимость. То есть, у меня девятилетний ребенок знает, что лучше всего вкладывать в недвижимость. Да. Значит, вот наш радиослушатель один точно подтверждает по поводу того, что новичкам везет, но он описывает свой опыт. Это может быть чуть-чуть попозже. Вот значит ли это, можно ли у кого с таким правилом, как люди осторожны по жизни. Мы такие, какие мы есть, даже без занятия финансами. И люди осторожны, наверное, и в финансах действуют осторожно. Они думают так. Знаете, вот как в казино, кто там первый раз зашел, вообще он не азартный игрок, и он говорит, ну ладно, мне интересно посмотреть, как это работает. Давайте я положу мало, если я потеряю, не будет так обидно. Вот этот принцип действует, там не знаешь, лучше осторожненько, без экспансии, спокойненько, значит, не знаю, там условно говоря, зачем уложить класс 100 тысяч, да, ну не знаю, положу 10 тысяч. Обидно, но если это не последний, ничего страшного. Или это не всегда так вот работает. Сожаление происходит так, что две концепции, человек что-то может выиграть и потом начать играть дальше, да, или он не выиграет и попробует еще разок, а вдруг в следующий раз повезет. Мой ответ такой, в казино надо вкладывать, и желательно много, но не в казино, а в компании, которые производят столы для казино, компании, которые производят видеокамеры, контролировать казино, охраны компаний, которые охраняют казино, да, вкладывать надо, только немножко с другой стороны. То есть те, кто создает добавленную стоимость, скажем так, конечно, в казино можно зарабатывать и нужно зарабатывать, только зарабатывать не в игре. Я понимаю, да, не в азартной игре, да. Не в самой игре, да. Вот мы коснулись недвижимости, может быть, чуть-чуть продолжим, ведь для многих людей, которые, может быть, ну, во-первых, не финансисты по образованию, во-вторых, ну, может быть, не имели такого опыта. Это, конечно, первое, что приходит в голову, многим даже кажется, что это очень легкий путь, вот это зарабатывание на недвижимость. Может быть, чуть-чуть об этом, какие есть риски, какие есть виды вложения в недвижимость. Да, значит, хороший вопрос, да. Во-первых, главное скажу, я после 98-го года прочитал книжку Сороса, достаточно авторитетный человек, да. После вот этого дефолта в России 98-го года, да. Нет, 2008-го года, когда уже, нет, 98-й год это был, да, дефолт ВКО. Дефолт российский, да. Это российский. После 2008-го года Сорос написал книжку, и там была тоже часть вот это, как бы, про недвижимость, новая парадигма, да. То есть… В чем она? В чем она? В том, что веками, веками люди вкладывали деньги в недвижимость, зная, что она растет, она будет расти, земли больше не становится. Дома построить тяжело, и она хоть какой-то доход, но будет приносить, да. Но новая парадигма этого тысячелетия заключается в том, что через недвижимость государство и самоуправление высасывает деньги от состоятельных людей, да. То есть суть Сороса была такая идея в том, что недвижимости надо держать ровно столько, сколько надо тебе и твоей семьи, да. Просто недвижимость, просто недвижимость, как раньше считалось. Куплю пару квартирок, пусть постоят, да. На всякий случай. Это не работает. Ну вот куплю 2-3 земельных участка, пусть они стоят, если что продам или дети продадут. Почему это не работает? Это не работает, потому что государство высасывает деньги через налоги, через недвижимость. Это происходит не только в Латвии. Не надо говорить, что в Латвии самое плохое законодательство. Я работал и во Франции, на Лазурном берегу. Поверьте, там еще больше надо платить за недвижимость, да. То есть, а если у тебя недвижимость требующая, допустим, деградированная недвижимость, какой-то дом в центре, то за него надо повышенный налог платить. А вот я знаю, что в Юрмале даже берут очень высокую ставку налога, если у тебя есть земля, и там ничего не происходит. Ну, не могу, честно, это точно ответить, но есть градация налога. То есть, общий тренд и европейский, по крайней мере, про мировой, не знаю, европейский, высасывание денег из людей состоятельных через владение недвижимости. Поэтому если у тебя много объектов, там тоже есть риски свои. То их надо очень активно эксплуатировать. Ну, то есть, сдавать, условно говоря. Здесь несколько, три варианта есть. Да, три варианта есть. Допустим, значит, что значит работа с недвижимостью? Можно, я бы ее разделил бы на три блока. И все три блока, они сложные. Поэтому хотелось бы вкладывать недвижимость, ну, чтобы не забивать себе сильно мозг, да, как-то и тратить свое время. Значит, три блока работы с недвижимостью. Значит, как бы самый простой, это давайте будем кому-то давать в долг под недвижимость. Это маловероятно, потому что один раз перечислив деньги знакомому, ваш банк спросит, а кому это вы даете кредит? Это лицензированная деятельность. Пожалуйста, берите лицензию, то и все. То есть, давать знакомому под недвижимость не проходит. Не проходит. Второй вариант – заниматься строительством. То есть, реконструцией, это тоже долго, хлопотно, и надо быть профессионалом. Проект только реконструкции, допустим, у кого-то дома занимает год, да. Это тоже тяжело, чтобы два года реконструировать, строить и потом продать. Хлопотно, да. Хлопотно. И заплатно. Это вариант самый простой. Бабушкин бизнес. Давайте купим две-три квартиры, будем сдавать в аренду. Но после того, как первые арендаторы с вас съедут через три месяца, через полгода, там опять надо будет делать ремонт. Опять же, это достаточно хлопотно. Хорошо, чтобы они еще и заплатили, съехав. Да, коммунальные платежи, которые часто подделывают кританцы по коммунальным платежам, мы вроде бы платили, а оказывается, это мне было заплачено. То есть, все работы самому с недвижимостью достаточно хлопотные. Соответственно, люди идут к следующему варианту. А давайте мы кому-то дадим эти деньги, чтобы они вложили эту недвижимость. Да. Кстати, тоже хороший вопрос. Ну вот, поэтому люди и думают какие-то дальнейшие вложения. Ну, значит ли это из того, что вы сказали, что это очень затратный такой бизнес, и это обманчиво, что это легкий путь. На самом деле, это не легкий путь. Или и этим можно заниматься с прибылью. Ну, обычно люди тогда ищут вариант отдать эти деньги кому-нибудь, чтобы кто-нибудь дальше их вложил уже в недвижимость. Ну, так сказать, таскать картошечку из огня чужими руками. Вложим, отдадим их в какую-то специализированную компанию, пусть они дальше эти деньги разложат нам. И это работает тогда, да? Ну, пока в отдельных случаях это работает. Я называю это финансовыми пирамидами, да, которые нового-нового образца, где люди вкладывают деньги якобы вот под там 12-15 годовых, пусть там они нам все разложат, а мы будем деньги собирать. Тут тоже очень много как бы своих проблем, да, и это требует вот отдельного разговора. Мы даже можем углубленно сегодня насчет этого поговорить. Я думаю, что мы об этом обязательно поговорим после короткой паузы на рекламу, тем более здесь и много вопросов есть, правда, такие уже в лоб, наверное, для следующих передач. Какие способы мошенничества в финансовой сфере вы знаете? О! Да, и сколько их всего, ну, я думаю, что все мы не успеем, может быть, чуть-чуть пирамиды, видимо, чуть-чуть возьмемся. Но и с недвижимостью тоже еще продолжим, поскольку интерес к этому огромен. Привемся буквально на минуточку вопрос финансов. У нас передача Сергея Маликова, не переключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! А мы продолжаем нашу работу в эфире «Вопрос финансов». Мы остановились на недвижимости, может быть, несколько слов, чтобы эту тему закончить, и потом по просьбе наших радиослушателей поговорим об одном из видов таких вот финансового мошенничества, пирамиды. Казалось бы, очень простой, на самом деле там тоже есть очень много подвидов, но давайте, может быть, с недвижимостью закончим. Ну, то есть, еще раз коротко, то есть, любой нормальный человек, у которого есть деньги, а на самом деле статистика свидетельствует о том, что денег много в системе, депозиты за прошлый год выросли на 9%, а это много-немало, почти миллиардов. Ну, мы сейчас будем говорить, что много вообще в стране, потому что кто-то может сказать, что у меня, так сказать, там с трудом я от зарплаты до зарплаты, но есть те, у кого есть накопление, скажем так. То есть, те, у кого от зарплаты до зарплаты, они достаточно громко о себе заявляют, скажем так, а те, которые имеют деньги и имеют накопление, они сидят в тишине. Деньги любят тишину, да. Да, поэтому мы не слышим о тех, у которых денег избыток, а только слышим действительно, ну, к сожалению, такая природа человека, о том, что тем, кому денег не хватает, мы их слышим постоянно, а те, кто думает, куда инвестировать, они об этом негромко не заявляют. Да. Значит, еще раз коротенько, нормальный, здравомыслящий, адекватный человек с деньгами, с любой сферы, понятно, куда вкладываем в недвижимость. Значит, кредитовать мы не можем, одного знакомого можем, но ты прокредитуя двух-трех банк скажет, извините, у вас это носит хозяйственную деятельность, берите, пожалуйста, рецензию за 250 тысяч евро и кредитуйте, да. Ага. Рецензия стоит 250 тысяч евро. Да, и 50 тысяч. Всего лишь. Да, и 50 тысяч годовая плата за обслуживание, да. Неплохо. Да. То есть, этот бизнес уже не подходит, хотя он, как бы, тысячелетиями люди кредитовали, это, как бы, так. Второе – строительство и ремонт. Опять же, беря во внимание, по крайней мере, по Риге могу сказать, по своему опыту, по своим клиентам, от полугода до года надо только, чтобы согласовать документы. Да, сейчас есть новая фишка, тебе пишешь письмо, тебе дают буватливую в течение месяца. Но раньше это просто было архитектурно-планировочное задание о том, что тебе нужно сделать. А сейчас, чтобы инвесторы не ругались, им сразу дают буватливую. И там написано, что вам нужно сделать, чтобы начать работу. Это все то же самое, только яйца сбоку. Да. Но потом тоже становится очень грустно, когда они это все прочитают. Ремонт сложно, долго и дорого. Соответственно, остается еще нормальный вариант, бабушкин бизнес, давайте 2-3 квартиры купим и сдадим их в аренду. То, что в Москве популярно, и почему россияне очень в Риге покупают активно квартиры. Ну, во-первых, здесь не такой рынок аренды, здесь нет приезжающих многих людей. И суммы другие за аренды. И опять же, каждый раз контролируя, делая ремонт после каждого арендатора, и контролировать коммунальные платежи, и постоянно там… Большие вложения, да. Да. Хлопотно это для человека, который чем-то другим занимается, грубо говоря, работает с 8 утра до 5 вечера или с 9 до 6, ему каждый раз там перекрашивать стенки, менять канализацию или там привозить какие-то новые матрасы и подушки. Но это хлопотно, да. Это люди пробовали, но это не работает, когда ты имеешь 3 или 5 с квартир. Если 50, наверное, это работает. И это работает. За счет объема, да. Да, но это уже профессиональный бизнес. А вот именно хобби с недвижимостью, это не работает. Соответственно, люди начинают искать и другие инструменты, куда бы вложить деньги. И открывая интернет, любой сайт, просто в гугле набираешь, вложить деньги под недвижимость. Вылазит куча предложений. Пожалуйста. В основном все они имеют эстонские корни, да, везде стоит ОУ, что компания зарегистрирована в Эстонии. Вкладывайте через нас в недвижимость. Под 12 годовых, под 14 годовых. Это немного неподозрительно ли? Ну, как бы подозрительно для финансиста, который занимается финансированием, кредитованием и финансированием строительства. А вообще бывают такие сейчас проценты? У нас все-таки не 90-е годы, если это не обман. Вот вообще такие проценты. Я скажу так. Взять под 13 годовых, допустим, скажем, под реновацию дома, вот сейчас я, допустим, смотрю, и, допустим, год ты делаешь документы, год ты строишь, год ты продаешь. Это 3 года. Посчитайте, 12 годовых платят инвестору, плюс 3% берет платформы, это 15 годовых. На 3 года 45 годовых. Какой должен быть бизнес в недвижимости, чтобы за 3 года вернуть 45%? Не, по-моему... Ну, это адекватно. Но для инвестора выглядит привлекательно. А зачем мне морочить голову? Допустим, мне показана фотография дома. Я смотрю, дом нормальный. Вот, допустим, скажем, вот, допустим, Матиса 63. Вижу, что там какой-то второй этап размещения. Оценка 900 тысяч под 900. Я вкладываю 100 тысяч или часть своих денег. Почему я, как бы, не могу попробовать, да? Ну, выглядит это интересно. Ну, то есть, это... Сейчас мы говорим о том, что даже если вам... Даже не то, что кажется. Если на первый взгляд все вроде бы интересно, это ты вкладываешь не просто что-то в будущее. А вот тебе картинка, вот есть дом. Ты можешь подойти его пощупать. Ну, я так... Визуально пощупать. Визуально, да. Даже можешь подойти, посмотреть, подъехать к этому дому, посмотреть на него, посмотреть оценку. Но это все равно не гарантирует, что обязательно вы эти 12% или 13% получите. Правильно, потому что есть признаки. Так. Есть признаки явные. Да, вот давайте сейчас об этом поговорим, да. Вот какие явные? Явные признаки? Самые явные. Высокая процентная ставка. Если вам платформа предлагает ставку 10% и более, это явные признаки того, что в недвижимости такие деньги не заработаешь. Вот берем две платформы. А почему не заработаешь? Кто-то может утверждать, что заработаешь. Можно попробовать. Да. Начать. Но в финансах важно не вложение, в финансах важно выйти с прибылью, а не вложить. Да, вложить это самое простое. Вложить это самое простое. За 2-3 года проект не реализуешь с недвижимостью и платя 13% инвестору плюс 3% платформе, даже 2% платформе, 15%, но за 3 года 45 годовых ни один инвестор не вытянет. Не вытянет. Высокая процентная ставка – это первый признак, явный, который свидетельствует о том, что эти деньги могут быть не возвращены. Второй признак, и тоже, опять же, явный – огромная реклама. Наберите в гугле «Кронфарендинг», там десятки-десятки активных реклам вылазит. Допустим, вложите 50 евро, вложите, начинайте со 100 евро. А это ведь расходы большие на рекламу. Правильно, потому что… Это уже убытки у того, кто привлекает средства. Значит, смотрите, с другой стороны, вам объясню, опять же, на хорошем простом примере. Явная, навязчивая, агрессивная реклама свидетельствует о или сверхприбыли, гигантской прибыли со стороны того, кто эту рекламу размещает, или о том, что эти деньги они просто никак будто не будут возвращать, понимаете? Допустим, хорошим инвестициям большая реклама не нужна. Вы помните, вот продавали «Цитаделлы банк», находили американских инвесторов. Что-то не было рекламы в интернете о том, что вот «Цитаделлы банк ищет инвесторов», участвуйте в этом. Не было. Не было, понимаете? А очередь из желающих все равно стояла. Стояла, да, желающих. Вот еще пример российский. Латвия с бизнес-банка тоже продавался, тоже из конинвесторов. Сейчас он «Сигнет-банк» называется. То же самое. Инвесторы есть, но я нигде не видел объявления о том, что вот… Навязчиво, быстрее, давайте, покупайте. Давайте, покупайте, участвуйте в банке. Все это происходит тихо. Если инвестиция хорошая, не надо давать такую гигантскую рекламу в интернете. То есть, это уже подозрительно, да? Такая вербовка идет денег. Да, конечно. Потому что если это явная навязчивая постоянная реклама свидетельствует о сверхприбыли. Или о том, что люди не считают свои доходы с расходами, понимаете, да? Это простые признаки. Но я, как финансист, вижу еще много скрытых признаков. Понимаете? Ну, хотя бы просто для примера. Сейчас я вам расскажу. Ну, скажем, сложная система и запутанная владельцев и бенефицаров, да? То есть, мы начинаем анализировать компанию, да? Эстонская компания. Владельцы еще какая-то эстонская компания. У этой эстонской компании еще несколько там, несколько каких-то холдингов, агентов. Сложная, сложная бенефициарная структура. Нету такого, что вот, допустим, вот эта компания принадлежит такому-то человеку. Вот есть Иванов Петров Сидоров, да? Да, да, да. И у них еще дополнительные бизнесы недвижимости, да? И вот понятно, что они, допустим, или у них свой финансовый А здесь такая вот схема, да? Вот одна, потом другая, потом у нее третья, да? Да, да, сложная. И сразу возникает вопрос, а зачем, да? Да, сложная система запутанная владельцев и конечных бенефициаров, где трудно выявить, кому, каким физическим лицам к итогам это принадлежит. Конечно, это можно выявить, потому что сейчас все базы связаны. Но для простого обывателя это сложно, да. Второй очень хороший признак – это взрывоподобный рост. Ну вот смотрите, простым языком объясняю. Если платформа работает в Эстонии, хорошо зарабатывает, в Литве и в Латвии, ну зачем ей лезть, вот скажем, на тяжелый немецкий рынок или на тяжелый финский рынок? Ну, если там явно ставки на кредиты 1-2 процента, а вот предложение есть, допустим, вот по 12 годовых в Финляндии можно прокредитовать какой-то склад, там полтора миллиона в него вложить. Ну, я в Финляндии был пару раз, но там таких ставок нет. То есть подозрительно? Да, зачем рынок Португалии или рынок каких-то развивающихся стран? Вот этот взрывоподобный рост об этом и свидетельствует, что компании нужны новые инвестиции, новые клиенты, и тогда убытки, они замываются за счет новых вложений, за счет взрывоподобного роста, понимаете? Но как только этот рост останавливается, убытки начинают расти, и все это сыпется, да. Так, еще фактор, конечно, опять же, вот очень, как очень важный фактор, владельцы конечные и ихняя репутация, понимаете? Опять же, вот простой пример. Если, допустим, известный человек, скажем, в Латвии какой-то с опытом финансовым, допустим, или с недвижимостью, ну, скажем, да скажем, с Чайлой, допустим, или там, скажем, Райвиса с Контабовы подаст объявление в Латвии о своей связи, собираем краудфандинговую платформу, вкладываем в парк, в порт, в Старой Риге, инвестируем, все ясно, там будет очередь стоять. Так же самое, как... Без всякой рекламы. Конечно. Ко мне приходят люди и говорят, возьми миллион, размести в недвижимость, возьми там 500 тысяч. Я говорю, таких услуг не оказываю, но есть какая-то репутация, и люди приходят и знают. Вот если такие люди будут делать краудфандинг, я вложусь. А если, допустим, владельцы компании, опять же, отслеживая их сейчас, вот, компания в Эстонии, оконечные бенефициары латвийцы, а уже имели проблемы с банками, оставили энергетические проекты в банке, и банки потерпели большие убытки, ну, уже вопрос. Ну, если они уже сильно, сильно, сильно забанкротились, брали средства, уже... То есть у них репутация соответствующая, да. Ну, можно ли доверять им размещение денег, опять же, даже в то же самое, в недвижимость, да. То есть репутация владельцев, их позитивный опыт, да. Все-таки вот этот вопрос, который все время вот витает в воздухе, исходя из того, что вы сказали, а кто вообще этот процесс контролирует? Получается так, что тот инвестор, ну, условно говоря, которого они заманивают с помощью рекламы, он остается один на один с кем? С бенефициаром, с посредником, вот тот, кто размещает деньги. Чтобы было вообще понятно, вот... Структура, структура завуалирована, там есть разделение, я так предполагаю, между платформой, которая как бы собирает деньги, и той компанией, которая вкладывает эти деньги, да. То есть еще посредник такой, да. Да, там всегда эта вся структура очень завуалирована, да. И то же самое, вот, да, там на объекты ставится ипотека, и теоретически, теоретически... Что-то можно получить в итоге. Что-то можно получить. Ну, вот смотрите, простой пример с платформой инвестию, да. Деньги... Они никого не хотели обмануть, просто у них бизнес не получился. Они раздали деньги, где-то не собрали, нового поступления не было, пирамида посыпалась. Кто-то взял у них кредит на этой платформе. Но есть уголовное дело. В рамках этого наложено аресты на эту недвижимость, понимаете. И даже могут пострадать даже те, которые там брали деньги, потому что они получаются не специально, но они являются участниками этой схемы, где люди со всей Европы вложили деньги и по итогам пострадали. И в рамках уголовного процесса эта недвижимость арестована, конечно, и будет потом реализована ликвидатором, да. Но дойдут ли эти деньги до тех конечных инвесторов? Скорее всего, опять ликвидаторы их съедят, как обычно вот было в Трастобанке, потому что эти процессы занимают годы, а ликвидаторы постоянно получают зарплату. Поэтому даже если эта недвижимость будет реализована, будет как в банке Балсии. Десять лет реализовывали, и все съели ликвидаторы себе на зарплаты. То есть фактически получается, что кредиторы ничего не получили в итоге? Ну, минимум получили, потому что есть оперативные расходы у любого ликвидатора, который процесс… Исходя из того, что вы сказали, получается, что все равно в результате надо будет потом обращаться, если люди оказались кинутыми, так можно сказать, полицию. То есть других путей нет. Это же ведь не банк. Если с банком что-то случается, там государство гарантированно выдает вот эти 100 тысяч до 100 тысяч. Так это мелким шрифтом всегда и написано. Инвестор сам должен оценивать свои риски, а платформа отвечает только за то, что она снимает комиссию 3%. И больше ни за что. Не берем. Вот, допустим, берем простой пример. Вот, допустим, сейчас сразу я захожу и смотрю на какую-то платформу, допустим. Не будем ее называть? Не-не-не-не, конечно, нам не нужно, не будем называть. Допустим, я смотрю. Вот, допустим… Платформа X какая-нибудь. Платформа X, да. Вот у них инвестиции проходят. Первый этап, второй этап. Второй этап 96 тысяч. Так, оценка объекта 833 тысячи. Первый этап смотрим. Так, Матиса 63, дом. Первый этап 460 тысяч. Вот, смотрите, платформа приняла две суммы денег от инвесторов. 460 и 90, и сколько это? И 90, 90, это и 90 тысяч, да? Больше, чем полмиллиона, короче говоря, да? Так, на втором этапе 96 тысяч, да. 500, ну, примерно 540 тысяч, примерно 550 тысяч, да? Уже есть деньги. Собрали, за два этапа сразу, да? Так, прошу обратить внимание, оценка показана 833 тысячи евро. Этого дома? Да, но я же должен видеть, где этот дом. Вот написано, Матиса 63. Давайте будем делать, как Навальный. Будем использовать Google. Набираем Google, ищем объявление на ССЛВ или на Сити 24 или где-то, да? Сколько этот дом может стоить? Пожалуйста, коммерческое предложение. Дом Матиса 63. Начальная цена 550 тысяч евро. Вот оценивайте свои риски, господа. Дом продается за 550 тысяч евро. Возможно, продается еще дал какую-то скидку. Ну, может, за 500 тысяч дали, да? Платформа сразу под него уже 550 тысяч отгрузила. Что еще ввело заблуждение инвесторов, показав оценку 880 тысяч евро? Обманут это или нет? Вроде бы не обман. Ну, рискованный бизнес. Рискованный бизнес. Может, получиться, хотели как лучше, но бизнес не получился. Владельцам и тем, кто взял уже эти деньги, они уже в плюсе. Они уже в плюсе. Зачем им сильно стараться? Понимаете? Может быть, и вернут деньги. Но необоснованное вложение в это сверх первоначальные инвестиции, это уже риск для владельцев денег. Поэтому в банке на одного выдающего есть 10 обслуживающих, есть аналитики, есть риск менеджменты, есть юристы. Там всегда есть противовесы. Отдел выдачи кредитов и отдел мониторинга, анализа и риска. И они все время между собой дискутируют, где вот этот баланс между прибылью, жадностью и вот этим риском, вот этим страхом. Понимаете? А здесь просто платформа гарантирует, что мы ваши деньги размещаем, мы гарантируем, что мы берем 3% и мы гарантируем, что мы их вкладываем под обеспечение недвижимости. И все, на этом гарантии заканчиваются. Понимаете? А уж прибыль никто не гарантирует. Это ваши риски. Подождите, это же совместная инвестиционная платформа, это же не банк. Плюс, если вдруг кто-то из клиентов закроет этот кредит, мы автоматически ваши деньги направим дальше. Вот еще один скрытый риск. То есть, допустим, если вы в банк проложили деньги, скажем, на год, вы приходите через год и вам говорят, уважаемые, вы продлеваетесь еще нам на год или деньги снимаете? В этих же платформах там таким образом сделано, что практически всегда эти деньги автоматически продлеваются. Если кредит вернулся, мы вам их разместим дальше автоматически. Если кредит не вернулся, мы вам… А как же выбрать эти деньги? Подождите, мы их вам вложили сейчас, автоматически продлили вам еще на полгодика. Понятно. Автоматическое продлевание… Без согласия клиентов. Без согласия клиента, да. Ну, то, что там правила меняются в зависимости от настроения, это даже нет смысла об этом говорить. Еще один аспект, просто так, чтобы закончить эту тему, которую мы не успели обсудить в этом… Если мы говорим о финансовой пирамиде под недвижимость, но ведь и цена недвижимости на рынке, она колеблется, да? Ведь это тоже надо учитывать. Условно говоря, когда человек вкладывал… Даже если это не было мошенничество изначально, да, вкладывал… На рынке была одна цена недвижимости, потом в свете пандемии вот цена скакнула вниз, и это уже уменьшает возможность прибыли. Ну, так нельзя говорить. Это фактор пандемии, он сегодня есть, завтра нет. Нет, ну, я просто как бы для примера. Нет, здесь немножко цена по-другому, здесь другое ценообразование. Простой пример, с другой стороны. Нет, нет, Абик, это немножко некорректно. Нет, ну, чтобы люди понимали. Пандемия пойдет через 100 года, и цена на недвижимость будет все равно. Нет, здесь другой механизм происходит. Допустим, прокредитовав 550 тысяч прод маленький дом, да, в случае дефолта, да, этот дом будут продавать судебные исполнители. Продавать они будут через портал судебных исполнителей, через LZTI называемый, да, это общий портал, где банки продугаются называть цена быстрой реализации. Там цена будет примерно минус 30-40% от этой рыночной. То есть там по цене продажи будет примерно 300 тысяч евро. То есть 300 тысяч евро будет получено с продажи этого объекта и распределено между инвесторами, да. То есть будет потеряна сумма между 550 и 250 тысяч. Понимаете, теперь считайте с другой стороны. Если платформа берет 2-3% с инвестиций, сколько надо таких домов прибыльных, чтобы окупить один вот этот убыток, 20, 20 домов надо таких, понимаете. То есть они еще 10 миллионов таких домов, на 10 миллионов должны выдать таких домов, чтобы окупить вот этот убыток, да, понимаете. Вот замечательный вопрос нашего радиослушателя, как раз для затравки нашей следующей передачи. Во-первых, спрашивают радиослушателя, будет ли продолжение. Ну и реклама у нас на радио тоже говорит о том, что, естественно, продолжение будет. Мы будем 2 раза в месяц как минимум собираться. И второе, вот наш радиослушатель обращает внимание, что вы сегодня расскажете о том, куда не надо вкладывать деньги. Он надеется, что вы расскажете, куда надо вкладывать деньги. Это было бы логично. Я не имею в виду называть фирмы, не об этом идет речь, а вообще в принципе. Значит ли это из того, что вы сказали, возвращаясь, может быть, чуть-чуть к началу и отвечая на вопрос нашего радиослушателя, что недвижимость вы не рекомендуете вкладывать, чтобы у людей не создалось такое ощущение? Вкладывать можно с умом, но меняется парадигма того, что было 200 лет последний. Больше квартир, я богатый. Нет, больше квартир, больше обслуживания коммунальных, больше обслуживания по налогам. Недвижимость можно вкладывать, но ее надо использовать максимально эффективно. Максимально. Просто стоять она не должна. За счет этого государство, вы же видите, фасады красят. Чтобы тех, у кого они просто стояли, или эти дома люди продавали из-за того, что нет денег, и новые покупатели покупали или же красили. Она должна работать очень активно, эта недвижимость. Поменялась парадигма. Нельзя купить участок в втором Риге и 10 лет с ним сидеть. Денег не хватит за него платить налоги, понимаете? И платить за его обслуживание, за уборку снега. А государство просто пытается таким образом заработать? Или это здесь двоякое? И заработать, и чтобы этот участок был, скажем так, обихожен? Чтобы заработать, и чтобы он был обслужен, чтобы он был, естественно… То есть, сразу двух зайцев пытается убить. Это происходит на всех, по крайней мере, европейских рынках. То есть, это Латвия тут никакое не исключение? Это тут не исключение, конечно, да. Нужно ли такой, может быть, один из последних вопросов в сегодняшнем эфире? Насколько человек должен быть, исходя из вашего опыта, среднестатистический, который не собирается все свое рабочее время тратить, условно говоря, на вот эти финансовые операции, насколько он должен быть, не знаю, финансово грамотен? Вот достаточно ли просто там какое-то общее понимание, не знаю, владение вот всеми этими нюансами интернета? Ну, должно быть нормальное общее понимание, что у тебя должны быть деньги на текущую жизнь, плюс у тебя должны быть деньги инвестиционные, которые тебе не страшно потерять, да, потому что инвестиции это в любом случае риск потери, и какие-то должны быть деньги на черный день, на какие-то непредвиденные расходы, да. И только потом ты можешь что-то, так сказать, думать об инвестиции, да. Да, конечно, поэтому здесь всегда работает голова и сердце. Сердцем ты понимаешь, что тебе надо что-то сохранить на потом, а голова говорит, нет, надо вот вкладывать, потому что здесь можно сегодня заработать. Это все время баланс. Но любой человек понимает, есть текущие траты, как в любом бизнесе. Ну, последние деньги не надо вкладывать, да. Однозначно. Чтобы ты потом не имел возможности коммунально оплатить, да. И еще плохой стиль вкладывать еще свои деньги и на них с плечом еще брать заемные деньги. Заемные деньги еще больнее отдавать, чем свои, да. Еще тяжелее, да. Но, чтобы завершить, я бы не хотел сказать, что все какие-то инвестиционные компании все являются жуликами. Нет, нет, так, конечно, нет. Просто может бизнес не получиться. Понимаете, здесь есть сравнение. Банк, допустим, Далдерис и Лайнбанк, где просто деньги собрали, купили машины, квартиры пропали. Ну, начало 90-х, да. Начало 90-х. И банк, допустим, Депозит у банка. Или, допустим, Банк Балтии, где они тоже обанкротились, но там не было злого умысла. Просто не был в банке, допустим, Депозит. Просто раздавали кредиты, потому что не было риск менеджмента. А Банк Балтии просто рассчитывал на то, что забирая деньги под высокий процент в латах, под 120 годовых, размещая эти деньги в долларах, да, Моржа получится, да. При девальвации лата, который произошел на всех постсоветских рынках, эти латы ничего стоить не будут. А долларовые кредиты там со ставкой 20 годовых, они всегда будут стоить. Это был очень рискованный бизнес. Ну, как, это было, так все сработало на Украине, в Белоруссии, в России. Это сработало на всех постсоветском рынке, но на Латвии это не сработало. И здесь просто бизнес не получился. Поскольку лат не опустили, скажем так. Потому что Ревша был очень упертый, и лат не опустил, да. Поэтому здесь нельзя сказать, что вот это было какое-то мошенничество. Просто бизнес не получился. Есть такое понятие. Не просчитали риски и сторонние форс-мажорные обстоятельства. Тоже надо же понимать, что любой бизнес, он заставит себе в риск, да. Поэтому это тоже надо учитывать. Не все мошенники, чтобы люди правильно понимали. Конечно, конечно, конечно. Поэтому нельзя говорить, что здесь должны быть инструменты просчитывания этих рисков, анализ, опыт. Ответ очень простой. Знаете, почему обычно вот такая тенденция, что кризисы происходят, скажем, через 7-10 лет? Да, такая цикличность. Цикличность. А очень просто. Меня спрашивают, почему так бывает? А очень просто. Те, кто помнил предыдущий кризис, они уже ли ушли на пенсию или уже так высоко в компании, что они уже этих рисков не помнят, им все равно. А на их место приходят новые молодые, которые не имеют этого страха и не помнят, как падает все вниз и начинают рынки раскачивать. Вот как раз 7-10 лет, чтобы такое вот поколение сменилось, да, скажем так? Да, да. Риск-менеджмент. А те, кто это помнил уже высоко в корпорациях или на пенсии, а те, кто этого еще не видел, они сейчас как раз рулят и говорят, слушайте, последних 5 лет росло и нет смысла волноваться. Замечательный вывод. Это, может быть, из другой оперы. Ну, в принципе, о том же, когда говорят, что, ну, почему же так вот периодами кто-то есть целый контингент политиков, такие воинственно настроены. А все очень просто, потому что, ну, мир прошел, особенно Европа, которая не знала 70 лет войны и уже выросло два поколения, которые только что-то по фильмам знают, и у них нет такого страха, да, вот военных действий. Да, а те, кто вот были, их или уже нету среди нас, или они уже очень пожилые. То же самое вот и в финансовых рынках. То есть, вот это как раз 70 лет, где вот забываются предыдущие страхи. Да, да, да. Поэтому важно опыт и знание старых инвесторов, которые давно работают. Для меня всегда, моим гуру всегда является Воррен Баффет, да. Я часто использую его принцип очень простой. Когда мне предлагают быстро заработать, я быстро говорю нет. Это уже подозрительно. Быстро не бывает, да? Когда мне быстро предлагают заработать, я говорю быстро Вот условно говоря, я сегодня вложил, завтра получил там, не знаю, так сказать, 20 процентов. Ну, не верьте в эти чудеса, да? К сожалению, да. К сожалению, да. Да. Сергей Маликов у нас сегодня был в студии. Вопросы финансов. Мы начинаем такой цикл передач. Я так понимаю, еще через четверг мы, наверное, будем встречаться в это же время. Обязательно и повтор сегодня будет после 17. Для тех, кто не успел, будем выкладывать, естественно, на Микс Ньюсе в интернете. Не переключайтесь. Ура! Ура!